Не было бы вас, не было бы сегодня нашего звездного часа. Ведь этот конкурс проводился среди 10 тысяч школ Республики Казахстана. Поступили в гимназию для одаренных детей, закончат лучшую школу Казахстана. Ученики 8-й гимназии такому подарку не нарадуются. На республиканском конкурсе Балю Мои Ассы учебное заведение получило диплом второй степени. Это признание итогов деятельности гимназии, признание наших успехов. Не только учителей гимназии, но также и их учеников. На этот конкурс был представлен большой материал. На фотографиях выпускники разных лет альбома, особенно много грамот. С 1875 года 8-я гимназия прошла интересный путь. Теперь архив пополнит и этот кубок победителей. Но педагоги, которые проработали здесь не один десяток лет и без наград, знают, что работают в лучшей школе Казахстана. Я думаю, что прежде всего заслуга учителей в том, что школа занимает второе место в рейтинге по республике, в том, что каждый учитель мотивирован на свой рост, на то, что мы не останавливаемся на достигнутом, и на то, что каждый из нас стремится как можно лучше, как можно больше прийти к детям с большим багажом знаний. Войти в тройку лучших помогли ученики. Проекты шимкенских школьников удивили чиновников в Министерстве образования. Ученик 11 класса Игорь Хван разработал вакцину от гриппа. Он нашел массу нарушений в той, что существует на данный момент в Казахстане. Теперь со своим исследованием парень поедет в Европу. В нашем проекте мы предлагали усовершенствовать на генетическом структуре этого вируса, данного вируса, который внедряется в кровь. И на протяжении нескольких опытов мы рассматривали, как это влияет на клетки крови. Этот проект я собираюсь защитить на международном уровне. В этом году узнал, что будет защита проектов в Европе, и решил обязательно туда съездить, чтобы представить Казахстан, свою школу. Кубок лучшей школы Казахстана занял особое место в копилке наград гимназии. Стоит отметить, что за 136 лет школа второй раз получает такое звание. Екатерина Попкова, Бахадыр Тажибаев, Талгат Примкулов, информационная служба, телекомпания «Утрар».